Давайте лучше о религии поговорим. Любите вы это. Нет, понимаете, я уже жутко возмущённый, поэтому мне нужна трибуна. Я право. Нет, я сейчас объясню. Но мы же немножечко по другую сторону. Мне хочется одну вещь действительно важную сказать. Хочется воспользоваться. Я ни в коем случае не нужно путать. Из-за безобразного совершенно советского строя отречетляет атеистов с воинствующими безбожниками. Это то же самое, что отречетлять, скажем, верующего христианина, католика конкретно, сторонниками инквизиции. Или православного человека отречетлять с теми, кто вырывал языки у староверов в своё время. Совершенно разные вещи. Я ни в коем случае не безбожник. Я атеист, это значит, что я не верю в существование Бога. И больше ничего. Но я сейчас хочу сказать о другом. Я хочу сказать о преподавании в школе. Это действительно актуальный у нас вопрос. И, по-моему, здесь имеет место просто жульничество. Я считаю, ну, извините, как-то нехорошо звучит, я считаю. Я уверен, что каждый более-менее культурный человек понимает огромную ценность, в частности, Библии. Давайте конкретно говорить. Коран, я там не знаю. Но Библию, слава Богу, читал. Это ценнейшее художественное и историческое сочинение. Это все понимают. Кроме того, знание Библии совершенно необходимо каждому культурному человеку. Ну, потому что старое искусство... Ну, в общем, я думаю, что не нужно все это объяснять. Поэтому в школе, конечно, должно освещаться и Библия, и почитать ее неплохо, и знать, что к чему, и так далее. Совершенно ясно, что в школе нужно что-то религиоведение в каком-то масштабе. Что же сейчас предлагается сделать? Предлагается факультативно иметь основу православной культуры. Это оговорка недаром, потому что это именно та идеология, которую они пытаются... Что меня возмущает в этом деле? Не, конечно, православие само по себе. Меня возмущает постановка вопроса. Факультативно. И всячески подчеркивается, что согласие ученика, а если ему до 16, то согласие родителей. Ну, а все остальные, которые родители не согласны, или они не хотят на эти уроки, значит, им не нужно вообще сообщать о Библии, о всем остальном. Ведь вот как получается. Ведь абсурдность этого должна быть видна каждому человеку, который знает таблицу умножения. Я же не предлагаю, чтобы на этих законах, простите, на этих уроках религиоведения человека убеждали, что нет Бога. Пожалуйста, верь в свою удовольствие, если ты хочешь. Ведь ни пропаганды атеизма, ни пропаганды религии – это неуместно в школе. Это убеждение человека. И вообще, кроме того, огромная разница. Вот последняя, я боюсь вас немножко заговорить, но я тоже хочу подчеркнуть насчет веры в Бога. Огромная есть разница вера в Бога и теистическая вера. То есть, ну вот, христианство, иудаизм, мусульманство. Связаны те со сферой в чудеса. Я отрицательно отношусь не к самой вере в Бога, а к теизму. Это огромная разница. А если человек деист, скажем, ну, я не знаю, может, для аудитории нужно объяснить, что такое деист. Деист – это человек, который считает, что есть Бог, который создал всю в природу, запустил ее, так сказать, но дальше не вмешивается в судьбы и жизнь людей. Вот ведь что важно. Атеисты, наоборот, считают, что есть Бог, который всем управляет. Ну, вот, на примере христианства. И чудеса. Мое отрицательное отношение к религии связано не с верой в Бога, доказать, что Бога нет, невозможно. Как невозможно доказать, что есть Бог. Пожалуйста, верь. Мы устроены так сложно, какой-то жалкий комарик, так сложный, что я вполне понимаю людей, которые считают, что так просто это не объяснить, что что-то есть, высшие силы. Пожалуйста, никаких возражений нет. Я против чудес. Вот чудеса совершенно противоречат научному мировоззрению. Нельзя считать, что не было эволюции. Нельзя считать, что человек и все животные созданы, там, 7 тысяч лет назад. Вот это абсурд. Я старался узнать у людей, во что они верят. Большинство верит, что что-то есть. Кроме природы что-то есть. Вот такая вот вера, я не могу ее опровергнуть, и я ее в каком-то смысле понимаю. Я даже таким людям завидую. Завидую, потому что верующим легче. Вся вера основана на страхе. Боязнь смерти, боязнь несчастья. Поэтому человек ищет скрыться от этого. Ну, вам кажется, что она основана на страхе. Ну, скажи о себе. Скажи о себе. Зачем я буду говорить о себе? Нет, я понимаю. Вы выступаете против слишком большой роли церкви в жизни общества. Я совершенно согласна. Мы тоже. Нечего ей лезть туда, куда ее не просят. Мы обе верующие. Я более конфессионально, нежели катьяна. Или абстрактно. Больше я хочу понять. Это сложнее. У меня есть своя система. Это сложнее, чтобы говорить. Это не разговор. Это я вам могу 10 лекций прочесть. Это зрителю совершенно неинтересно. Суть не в этом. Вот я, будучи православной, я ухожу в церковь, принимаю исповедь, причастие и так далее. Тем не менее, меня-то это возмущает. Именно как верующего человека, как человека, как бы вот церквленного. А вас-то что так раздражает? Пожалуйста, я вам прекрасно отвечу. Я, как я уже сказал, я совершенно не являюсь безбожником. Я полностью признаю свободу совести и уважаю людей, искренне верующих вполне. И против всяких гонений на церкви. Так что никакой агрессии у меня абсолютно нет. Вас возмущает ущемление прав атеистов? Да. Церковь должна быть отделена от государства. И я уверен, кстати, что для будущего церкви, если вы вот так, по-видимому, человек близкий к этому, я отношусь к этому с полным уважением. Для будущего церкви нужно не идти по пути, который в царское время, слава Богу, православная церковь всем управляла. Что, какой результат? Что она спасла Россию? Нет. Поэтому церковь, это духовный вопрос, пожалуйста, это тонкий вопрос. Я согласен с вами, что не место ее здесь обсуждать. Но я хочу четко сказать, что я против именно вмешательства церкви в то, что ее не касается. В то, что дети не должны подвергаться ни специальной какой-то антирелигиозной пропаганде, ни наоборот. Вы посмотрите этот учебник, я его вот смотрел, забыл фамилию, как православная культура. Это же просто черт знает, что такое. Пропаганда здесь, не вера как таковой, что что-то там есть. Пожалуйста, верьте в Бога. А пропаганда антинауки. Я люблю науку, всю жизнь занимаюсь наукой. Я не могу, чтобы мне говорили, что дважды два-пять. Мне все-таки кажется, что иногда пять. Пять? Можете. У меня не вклиновая голова. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Продолжение следует...